В Новоуренгойской гимназии продолжают выяснять причины вспышки гепатита А и механизм передачи вируса среди параллелей седьмых и одиннадцатых классов. Напомню, в образовательном учреждении заболели пять человек, из них один преподаватель. Все они лежат в инфекционном отделении. По результатам анализа крови еще у пяти вирус обнаружен в инкубационном периоде. Их лечат амбулаторно. В гимназии продолжают брать анализы у сотрудников и детей. Врачи проводят встречи с родителями, делают санитарную очистку помещений. Следующий этап – вакцинация. Обо всем подробнее в следующем сюжете. О том, что учащийся и один преподаватель подхватили желтуху, в гимназии стало известно еще в понедельник, первый день после каникул. Все они с характерными симптомами поступили в инфекционное отделение. Максимальная продолжительность инкубационного периода вируса составляет 50 дней. По расчетам врачей, инфицирование произошло в конце ноября или в начале декабря. А вот откуда появился в гимназии нежданный гость с пугающим названием гепатит А, пока неизвестно. Предположительно, это завозной случай. Поскольку гимназисты очень много путешествуют, в том числе в страны, достаточно неблагоприятные по заболеваемости гепатитом А, то вот такое предположение есть. Механизм же передачи внутри образовательного учреждения неизвестен. Он выясняется. Специалистами забраны все пробы, всех сред абсолютно. И сейчас ведется, собственно, расследование. Потом будут сделаны выводы. Учебный процесс приостановлен. У всех контактных детей и преподаватели берут анализ крови. По его результатам еще у пяти человек выявлено подозрение на гепатит. Госпитализация у нас проводится больных средней и тяжелой степени тяжести. Но в целом, с учетом того, что сам по себе гепатит протекает достаточно благоприятно, несмотря даже на множество жалоб, выздоровление наступает полное. Поэтому, в общем-то, все лечебные мероприятия мы проводим. И дети переносят достаточно хорошо, выходит быстро. У взрослых немножко тяжелее протекает. В самом лучшем раскладе, да, бывает, госпитализация занимает, ну, до двух недель. В принципе, там больше редко когда бывает. В принципе, значимые отклонения сейчас только у двоих человек. Остальные уже где-то, в принципе, в процессе выздоровления. Здание гимназии полностью обеззаражено. Генеральную уборку сделали во всех помещениях. Прохлорировали водопровод. Тщательную обработку провели в пищеблоке. Там специалисты взяли около 20 проб. Каждый день после того, как дети проходят все медицинские процедуры, образовательные учреждения опрыскивают специальным химическим раствором. Врачи заявляют, крайне важно соблюдать правила личной гигиены. К сожалению, чаще всего как дети, так и взрослые ими пренебрегают. Уважаемая мама, положите, пожалуйста, влажные санфетки в рюкзак своему ребенку, чтобы постоянно они были. Есть кожные антисептики, капли которой могут обеззаразить руки. И это не только в связи с эпидситуацией. Так должно быть постоянно. Потому что источником заражения при вирусном гепатите является только человек. И заразиться можно через предметы обихода в соответствии с механизмом заражения. Дети, зная об этой ситуации, продолжают пить из одной бутылки пластиковой, несмотря на то, что в самой гимназии сейчас и одноразовые стаканы в достаточном количестве они были есть и будут, и кулеры с водой. И даже передовая яблоко от одного к другому, они его едят. Но вот в данный момент это просто категорически запрещено. Следующий этап – вакцинация. Профилактический укол против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь прививок. Его ставят исключительно по эпидемиологическим показаниям. Сегодня они есть и указаны в предписании главного санитарного врача города. Прививку рекомендуют всем контактным людям, в том числе и родителям, учащихся из параллелей седьмых и одиннадцатых классов. Как положено, вакцина вакцинируем после обследования, после получения лабораторных данных. Вакцина очень качественная, импортного происхождения. Она имеется в достаточном количестве. Бельгийского происхождения у нас вакцин. Непривитых от гепатита детей к занятиям в образовательном учреждении не допустят. Они будут обучаться дистанционно 35 дней с момента изоляции последнего больного. Занятия в штатном режиме и по расписанию в гимназии начнутся уже в понедельник, 16 января. Анна Долгушина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».